Хотите увидеть пещеру, где жили наши предки? Прямо сейчас мы вместе с вами отправимся в экскурсию на Воронцовские пещеры в город Сочи. Полетели? Хай, ребята, с вами Супер Гирчик. Сейчас мы едем на Воронцовские пещеры. По пути в Воронцовские пещеры наш водитель, дядя Алик, рассказывал очень много всего интересного. В этом видео я вам покажу непосредственно Воронцовские пещеры. А полное путешествие вы могли видеть в предыдущем видео. И вот мы доехали до Воронцовских пещер. Поскольку мы заплатили за весь тур, то мы сразу проходим мимо кассы. Недалеко от Воронцовских пещер есть кафе, ресторан, где можно посмотреть, как готовится пища и покушать в том числе. В ресторане «Тандыр» мы заказали блюда. Эти блюда будут готовы по возвращению с Воронцовских пещер. Еду здесь готовят в тандыре, в специальной печи. Особый аромат мяса-пища получает сочетание дыма-дров. Мы его сначала растапливаем архой, нагоняем температуру, а потом уже туда добавляем какие-нибудь фруктовые деревья и обязательно виноградную лазу. И вот сочетали дыма-дров, особенно нас обучают необычные пещерские конечки. Мы часа два еще будете гулять, я думаю, аппетит нагоните. Вот можете ознакомиться с меню заказать. В обратном пути будет все готово, вы покушаете. Получается, можно заказать заранее несколько блюд, и когда вы вернетесь из пещеры, можно будет быстренько перекусить. В этом заведении необычные украшения и декорация. Специально для туристов сюда разместили различные кости и орудия труда. Хотя, кто знает, может это вовсе и неправда, подделка какая-нибудь. Тем не менее, каждый турист очень заинтересованно рассматривал тут все. И мы отправляемся в путь. По правую сторону заброшенный ореховый плантаж, видите? Вот это орех, лещина. Как и всегда, дядя Алюк по пути много всего рассказывал. А еще он искал что-то съедобное в траве. Кстати, очень вкусно, похоже на щавель. И вот идешь, вдыхаешь воздух влажный. А кругом такие очаровательные виды просто за душу берет. Это панорама Гагрского хребта. И на горизонте хребет Гагра. Вот, Гагринский хребет. В основании той горы, у моря, находится город Гагра. Черное море просматривается. Позади нас склон горы Большой Ахум. И в этом направлении примерно Адли находится Олимпийский парк. Да, и вот гора первая, вот вторая, чуть-чуть дымки. Вот здесь прямо перед нами проходит дорога на Красных Полян. За первой горой дорога на Красных Полян. А Гагра за какой горой? Рекам дымка течет. За дальней? А Гагра в основании вон той, да, в дальней горы. В основании той горы. Которая дымка, да? Которая дымка. Которая переходит потом в хребет Арабика. Да, на картах, так и на глазах. Да, есть кофе Арабика. А здесь хребет Арабика, который является отрогом главного Кавказского хребта. Слышь, видал старообрядцы такие? Нет. Подвергались они гонением православной веры. Крестились двумя перстами. А, старообрядцы? Старообрядцы, да. И вот, спустя тысячу подъемов и спусков, мы пришли на конец. Здравствуйте. Группа с дядяликом прибыла. Это небольшая площадка для ожидания экскурсовода по пещерам. Чтобы не мешать друг другу, группы туристов отправляют по очереди. А пока нам предлагают умыться или попить водичку с этого родника. Фонтальчику попить водички самый верный фонталь – фонталь – фиртевая вода. Умыться, искупаться, подготовиться к воду пещеры. Ну а где же сама пещера? А вот она, величественная, огромная и загадочная. Даже не верится. Настоящий тропический лес. Тут все есть – и деревья, и лианы, и вода, и даже пещера. Такое ощущение, что попал фильм «Аватар». Если бы не эти корни, ходить здесь было бы не так просто. Я даже не знал, что они такими длинными и большими могут быть. Это ладно, такая еще ниже на поверхности земли. Если вы тоже в шоке, ставьте лайк. А если бы мне кто-нибудь сказал, так я бы не поверил. Корни остаются корнями, а мы начинаем погружение в пещеру. Хорошо то, что мама запаслась кучей одежд. Мы надели все то, что у нас было, и даже сумки напялили, чтобы теплее было. Но не хватило одежды только папе. Скорее, мы так замерзли, что нам пришлось его раздеть. А с этого ракурса пещера выглядит еще лучше. Прямо как в сказке. А вот и сам вход в пещеру. А этот парень – экскурсовод именно по пещерам. Этот малый круг протяженностью всего лишь 600 метров. Оборудованная часть Воронцовской системы. Мы сейчас находимся с вами у главного грота Воронцовской пещеры. Она получила такое название из-за имения села Воронцовка. Длижайшее село. Посетим мы сегодня с вами два грота Итризава. Грот, в котором мы сейчас с вами непосредственно находимся, получил свое название Прометей. Протяженность его 120 метров. И этот грот считается самым молодым на Кавказе. Ну, в этой же пещере. Этому гроту насчитывается 1 миллион лет. С момента, как он вот так открылся, обрушился и сформировался. Это также белый камень, который будет нас окружать буквально по всему маршруту. Что на стенах, за перилами, также под ногами. Это все известняк. Известняк – это уже органическая, океаническая, осадочная порода. И насчитывается больше миллиона лет. Пещера – это карского происхождения. Сотемняется здесь в пещере только влажность. В летний период здесь влажность внутри достигает практически 100%. И да, действительно, здесь было настолько влажно, что все камни были покрыты водой. Что-то капало сверху постоянно. Никто об этом никогда не говорил. И оказывается, сюда нужно брать хорошую обувь, с которой можно ходить по мокрой поверхности. Особенно скользкой. Не скользко. В этой пещере стопроцентная влажность. Пройдем кругом, и скользко под ногами. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Благодаря красивой подсветке мы можем увидеть пещеры во всей красе. А экскурсовод здесь явно не первый раз прыгает по камням. Вон, смотрите, куда ускакал уже. Быстро он убежал. Не было бы и немного чая. Ничего не видно. А тут такая вот красота. Это же еще нужно там лазить по пещерам, а не по тропинке, чтобы эти подсветки ставить. Когда мы только еле как догнали этого экскурсовода, он опять начинает убегать. Просто подожду. Ему не привыкать здесь скакать по камням и по слякоти. Он каждый день везет несколько экскурсий. Представляете? Ну а мы, будучи впервые здесь, должны умудряться скакать вслед за ним. Гид нам рассказывает, что здесь во время половодия вся пещера бывает затоплена водой. То есть пещера целиком превращается в реку. Вода под ногами. А вот этот мостик, по которому мы идем, вообще весь покрыт лужами. Под ногами вода. Что снизу, что сверху, как будто из ведра облита. Из-за этого здесь постоянно капает вода с растворенным кальцием в ней. И получаются сталагмиты, сталактиты и прочие соединения. Всякие подсвеченные проходы и ущелья выглядят таинственными и как будто с какого-то фильма. Экскурсовод показывает нам и одновременно подсвечивает то, о чем он говорит, чтобы было лучше видно. Это система лабиринтовая. Она уходит строго на север, 8,5 километров. В Воронцовских пещерах можно сделать необычные и очень редкие кадры. Но семейные фотографии тут как-то странно получаются. Сейчас мы находимся в музыкальном или эстрадном зале. Здесь есть орган. Это такое образование, постучав по которому, можно услышать разные ноты. Всякие натечечные образования здесь названы в честь того, на что они похожи. Например, вот сталактит птица. И да, не бойтесь, эта пещера очень просторная. А мой братишка, пока посещал эту пещеру, оставил здесь небольшой секретик. Это вы увидите в его ролике. Я сейчас закопаю вот эту игрушку. Кто ее найдет, тот ей будет играться. Но если никто не найдет, я приеду и заберу ее. И про него тоже будет это видео. Я вожу вот этот камень. И вот гид нам рассказывает про висевшую на ниточке кость. Якобы это кость человеческая. И если мы не оплатим билеты за выход из пещеры, нас ждет такая же участь. Ну конечно он пошутил и все посмеялись. И на самом деле это кость пещерного медведя, который раньше здесь обитал. И в той стране таких костей очень много. Ученые даже не могут объяснить, почему так происходит. Эти кости прекрасно сохранились, потому что условия пещеры, низкая кислотность среды, низкая и стабильная температура, отсутствие бактерий и прочее позволяли им спокойно лежать здесь несколько сотен лет. Но если эти кости лежали бы снаружи, то их никто бы не увидел. Они бы разложились за короткое для археологов время. Воронцовские пещеры имеют форму лабиринта, потому что здесь очень много разных ходов, выходов. И вообще, наверное, эта пещера до конца не изучена, я думаю. Все-таки эти подсветки очень интересны. Обычную пещеру превращают в что-то реально прикольное. Наконец-то мы дошли до выхода. Эта экскурсия делилась около часа или получаса. Но то, как течет время в пещере, не замечаешь. Экскурсовод нам показывал различные залы. Объяснял, какие здесь находки совершали ученые. И сказал, что здесь действительно жили люди. Правда, не совсем здесь, а немного повыше, около входа. Сейчас мы туда и направляемся. Хоть в этой пещере и полный холод, здесь вам придется конкретно попотеть. Если вы, конечно, не будете лезть куда не надо и возьмете нормальную обувь, то такого не будет. Движемся прямо к выходу. Скорее. Кажется, мы видим свет в конце туннеля. Быстрее туда. Главное здесь не споткнуться, а то опять придется забираться. Здесь становится намного теплее. Ого, тепло. Здесь, судя по всему, жили раньше древние люди. И, похоже, продолжать жить. И сейчас. Ты сейчас убирай. Куда полез? Давай, держи. Выход из пещеры тоже по-своему красив, и мы сделали кучу фотографий. Гид говорил, что пещера – это карстовое происхождение, а это означает, что она появилась под воздействием воды. Грубо говоря, вода вымыла всякие растворимые соли, и появилась пещера. А вот и вся наша съемочная группа. Выходя из пещеры, мы что-то явно специально сфоткали, но что это, понять мы не смогли. Если кто-то смог разобрать, что здесь написано, напишите об этом в комментариях. Пусть все знают. И здесь, на выходе из пещеры, нам надо было поторопиться, чтобы прийти и спокойно поесть. Но наше путешествие не обошлось без небольшой ложки дегтя. Еще когда мы только приехали и заказывали еду в этом кафе, две сварливые тетеньки, которые ездили вместе с нами, они поняли, что могут опоздать к ужину в своем отеле, и постоянно об этом ругались. Не давая покоя ни нам, ни дяде Алику. Знаете, я тут даже процитирую слова дяди Алика. Он сказал, что «Если вы хотите что-то посетить, то рассчитывайте потратить на это весь день». На самом деле, оно действительно так. Мы за день не успевали сходить в сразу несколько мест. Не знаю, почему так это происходит, но это так. Ну а тем временем, еда уже была готова. Перекус туриста, чек. Рыба без говядины, картофель без говядины, овощи запеченные без говядины, лаваш тонкий армянский без говядины, чанахи в горшочке, то ли с баранины, то ли с говядиной. Перекус нам обошелся в 1650 рублей на 4 человека. Было вкусно. И мы поехали обратно в Сочи. Дядю Алика торопили, и поэтому он решил не останавливаться на чайной фабрике, где можно было бы продегустировать и попробовать разные чаи. Но хоть настроение и было чуть подпорчено, дядя Алик все-таки продолжал рассказывать интересные истории. О том, как он участвовал в Олимпиаде, был тяжелоатлетом, как проходит здесь морская рыбалка и какие виды рыб живут в море. Рассказал про небольших акул, автовокзал. Морем он вспомнил историю Великой Отечественной войны. Говорят, что в те времена крови для раненых солдат не хватало, и тогда использовали обычную морскую воду в качестве кровезаменителя. Так как по составу она практически идентична человеческой крови. Дядя Алик говорил даже про дачу Сталина, которая особенно популярна среди китайцев, поскольку они придерживаются коммунизма. Ну а на этом наша поездка в Воронцовские пещеры подходит к концу. Мы поблагодарили дядю Алика за эту великолепную экскурсию. И очень вам рекомендую при поездке взять экскурсию именно дяди Алика. Если вы хотите увидеть полное путешествие, то посмотрите предыдущее видео. Ну а всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. С вами был Супер Герчик, и всем гудбай! А под самый конец я вам оставлю здесь небольшое слайд-шоу. Угу. А мы продолжаем съемку. Уже, у нас влажность 100% будет. Нажно. Мы тут дальше. У нас что-то. Ух, Супер Герчик, папа, осторожно. Закрыл дебилу. Пизхонку. Да, осторожно. Пизхонку. Осторожно. Ага. Мы находимся в ворончиках, в кусярах. Сказал кусяры. Это очень холодно и стопроцентно важно, что даже есть мужик, который капает вода. Падают капли. Холодные капли. Сейчас. Своей удачи. Фотографировать можно? Сразу. Сразу. Верните мир. Я не могу. Знаете, я не могу. Скорее. Скорее. Классово. Дома, где у тебя? 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 Дома, где у тебя?